Добрый вечер, Нил. Спасибо, что пришли в студию. Первый вопрос мне бы хотелось задать по поводу острой пикировки, которая буквально накануне прошла между Рижской Думой и, скажем так, представителями правящей коалиции, правительством. Это что касается учителей и доплат учителям. Вице-мэра Эйнер Шностер даже назвал все это большим свинством. То, что правительство, в общем-то, ставит какие-то палки в колеса, не позволяя Рижской Думе поплачивать доплату учителям. Я бы хотела услышать от вас комментарии. Добрый вечер. Но пикировка, я не знаю, насколько правильно это определение. Просто суть в том, что Рижская Дума традиционно производила доплаты рижским учителям 20 латов за ставку. Это было и в прошлом году, несмотря на кризис, и эти деньги выделены в бюджете и в 2010 году. Опять же, несмотря на кризис, это сумма более 4 миллионов латов. Потому что мы считаем, что, читывая события прошлого года, когда на 60% правительство сократило дотацию на зарплату учителям, что эта категория работников самоуправления пострадала по отношению к другим больше всего. И поэтому было принято решение эти доплаты сохранять. Но сейчас складывается абсолютно бредовое, если говорить с одной стороны, а если использовать риторику господина Шелестерса, свинская ситуация, что деньги, которые заплатили рижские налогоплательщики, которые они доверили нам, выбрав нас в Рижскую Думу, мы не имеем права рижским же учителям сделать доплату, потому что правительство приняло такое решение. Это абсолютный бред. И учитывая, что образование должно оставаться, все-таки будем откровенны, приоритетом не только на уровне самоуправления, но по-хорошему все-таки должно быть приоритетом всего государства, не доплачивать учителям это преступно в нынешнее время. И мы будем сейчас работать и с Сеймом, и с Министерством образования, с тем, чтобы соответствующие нормы изменить. И в реальности получается, в практическом плане, ситуация следующая. Сейчас мы вынуждены эти доплаты перестановить их выплату, мы не имеем права нарушить закон, но деньги остаются зарезервированными на эти доплаты, то есть они не уходят на какие-либо другие сферы, это значит, что через месяц, через полтора или через два, мы все равно добьемся, выплаты эти сделаем, включая пропущенные периоды. Вы уверены в том, что вам удастся договориться с правящей коалицией, и, скажем так, они дадут добро? Но им нужно будет сказать, что они или сумасшедшие, потому что запрещают нам, собственным учителям, доплачивать из самоуправленческого бюджета. Или они должны будут сказать открыто, что нет, мы не любим Ригу, мы не хотим, чтобы у вас что-либо было хорошо даже на таком уровне, поэтому мы вам не разрешим. Пускай они тогда это скажут вслух. Давайте к другой теме. Туристы. Я думаю, что учителей, конечно, мы любим, но и туристов, которые приезжают к нам в нашу страну и в столицу, по крайней мере, если не любит, то с большим... Туристов мы любим, потому что они приезжают, они тратят деньги, из которых мы можем и учителям делать доплаты, и, в принципе, и социальная поддержка. Вот это заявлено компанией, насколько, есть ли какие-то подведены итоги? Итоги подведены предварительно, очень, потому что мы можем каким-то образом посчитать количество туристов, которые приехали из России, потому что им выдаются визы. И получается, что количество выданных виз в декабре 9-го по отношению к декабрю 8-го года выросло на 50%, плюс еще... Это очень много, реально очень много. Плюс еще надо считать, что многие приезжали с годовыми визами, которые были выданы раньше, многие приезжали по финским шенгеновским визам. То есть, ну даже без этой статистики было очевидно много российских туристов, и не только российских туристов в старом городе. Между Рождеством и примерно 10 января. И гостиницы были хорошо заполнены, и таксисты были довольны, и рестораны, и так далее. Но если мы говорим о западных туристах, там трудно посчитать, потому что нет паспортного контроля, и это проводят исследования Министерства экономики, ждем от них статистики. Но самые скромные подсчеты показывают, что в декабре приехало более 10 тысяч человек, а при этом нужно учитывать, что и рынок падает туристически. В мире продолжается кризис, и люди ездят намного меньше за границей. То, что на падающем рынке мы получаем прирост, это хорошее достижение. И мы в общей сумме потратили на рекламную кампанию в рождественские каникулы, и запланированных немногим более 900 тысяч у нас было, мы потратили 600 с чем-то, примерно 630. То есть меньше, чем планировали, удалось экономить. И смотрите, у нас получается 10 тысяч туристов, минимум 630 тысяч потрачено, это 63 лата примерно на человека. По опросам каждый турист только на сувениры. На сувениры. Ну, эти всякие кружки, магнитики, перчатки вязанные, варежки. Тратили в среднем по 25 латов. Только на сувениры. Почитайте еще 2-3, иногда 4 ночи в гостинице, добавьте рестораны и все остальное. Получается, что город остался в очень хороших плюсах в результате этой кампании. Если какие-то идеи, может быть, не вы должны быть генератором этих идей, а профессионалы, новая кампания, может быть, Клету, Клига, как-то назвать ее не Рождеством? Именно работают профессионалы. Наше дело дать политическую поддержку и политическую поддержку, трансформировать финансовую поддержку, чтобы выделять деньги. Но работают профессионалы, и слава богу, мы работаем вместе с компанией AirBoltik, потому что, я вам просто расскажу еще про цифры, значительную часть расходов покрывала AirBoltik, не за счет денег налогоплательщиков, изготовления рекламы, поддержки интернет-сайта. Это все дело из-за их средств. Сейчас будет рекламная кампания на Пасху, которая совпадает католическая, протестантская, православная. Кстати, по разным юридическим причинам, полностью она будет финансироваться за счет AirBoltik, не за счет Риги. Потом будет кампания на летний период, потому что большинство абсолютно туристов изъявило желание приехать к нам, когда еще тепло бывает, без снега, посмотреть, насколько это можно сравнить с зимой. Так что будем работать, и я уверен, что в летний период Рига будет. То есть критика не испугалась, критика этой кампании была? Ну, там критика была, кому-то сердечко не нравится, что у него один глаз. А вам понравилось сердечко? Сердечко с одним глазом? Или там где-то было с одним, где-то с полуторами, но оно было любое. Скажем так, оно привлекло внимание. Мы о нем говорим, это уже. Да, о нем много где говорили, это уже хорошо. Давайте о планах. Мы первый раз пришли к нам в студию в этом году, и хотелось бы, может быть, какой-то сделать задел, чтобы потом не было о чем у вас переспросить. В течение года какие планы? Ну, приоритеты у нас, самое главное, неопределенные в бюджете 10-го года. Это инвестиции в инфраструктуру школьного и дошкольного образования. То есть это ремонты школ и детских садов, это открытие новых мест в детских садах, которых будет примерно 1200. Это десятки будут в общей сумме 21 школьное здание, где будут полностью отремонтированы фасады. В некоторых случаях также и заменены окна, если окна ранее не менялись. Это еще мало того, что здание будет выглядеть хорошо, это еще приводит к значительной экономии затрат на отопление. Раз, продолжается муниципальное строительство, но только несколько дней назад начались работы на улице Уброкос, где будет построено 800 квартир в общей сумме, 5 зданий. Есть планы, которые сейчас находятся в рабочей стадии, значительно увеличить количество свежепостроенных муниципальных квартир, над чем мы работаем. Социальная сфера, где увеличено финансирование именно той графы, которая связана с пособиями. Хотя здесь, опять же, у нас сталкиваемся с такими же проблемами, как и с доплатами учителям со стороны правительства. Рига, ссылка там с предприятий, которые на 49% принадлежат Риге, где все акционеры, включая представленных со стороны государства и французов, согласились всю прибыль, примерно полтора миллиона, пожертвовать малоимущим, чтобы они могли оплатить часть счетов за отопление. Министр финансов Рэпши до сих пор нормально не разрешил этого сделать. То есть мы сидим и ждем, когда нам разрешат деньги из предприятия, которые нам наполовину принадлежат, прибыль. А разозакон не говорит, какие-то сроки, в течение которых министр просто обязан ответить? Ну, министр финансов, он же не на письмо отвечает, он не работает. Как могут, так и работают. Но ничего, переживем и министр финансов. Город, он находится в более стабильном положении, чем государство. Это связано и с экономическими отдельными факторами, и с тем, как собираются налоги. Девятый год, благодаря тому, что мы вносили поправки в бюджет, и мы делали реалистичные прогнозы, мы по собираемости налогов закончили 101,5%. То есть на 1,5% выше плана, а по затратам на 2% ниже. Получается, еще где-то примерно 13 миллионов латов отложили. Ну, да, ненадолго, судя по всему, потому что времена нелегкие, но, по крайней мере, еще что откладывать. Заложен был миллион на полевые кухни, на тот случай, что... Сейчас исполнительный директор, господин Радзевич, работает в первую очередь вместе с конфессиями, потому что мы хотим этот проект... Полевые кухни, они есть, на самом деле. Это вещь, которая уже давно работает, но просто можем столкнуться с такой ситуацией, что придется больше порций предоставлять, и мы работать будем в первую очередь с церквями. Потому что в каждом районе есть или православная, или баптистская, или протестанская, католическая, старовеческая церковь, если мы говорим о том же самом московском форштате, и будем работать с ними, чтобы именно в церквях людей кормили. Ну, и в завершение. Вы знаете, сейчас в Таллине, одна из прибалтийских столиц, проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. И Таллин сын, и мэр, по праву, гордятся тем, что им удалось привлечь такое мероприятие к себе в столицу. Надо заведать. Какое спортивное мероприятие вы бы мечтали провести в Риге? Может быть, какой вид спорта вам близок, за которым вы следите? Сейчас вот Олимпиада начинается в Ванкувере буквально 12 февраля. Следить надо всем за хоккеем, это понятно. Если говорить о том, что это может получиться, ну, предположим, чемпионат мира по дзюдо. Теоретически, над этим это обсуждается. Вы сами лично за каким видом спорта, кроме хоккея, как уже выяснилось, следите? Ну, мне времени хватает только на хоккей. Ну, и на самом деле, хоккей уже хватает. И самого по себе. Спасибо. В студии Переводовского канала был мэр Риги Нелушаков.